За крупным столом сидят семь гномов. Перед каждым стоит кружка. Некоторые из этих кружек налиты молоко. Один из гномов разливает все свое молоко в кружки остальных поровну. Затем его сосед справа делает то же самое. Затем то же самое делает следующий сосед справа и так далее. После того, как последний седьмой гном разлил всем остальным свое молоко, в каждой кружке оказалось столько же молока, сколько было в ней в начале. А всех кружках вместе молока три литра. Сколько молока было первоначально в каждой кружке. Значит, опозначим максимальное количество молока в одной кружке за х. То есть, большее количество... Которое было во время всей этой истории. Во время переливания. И при этом, в принципе, можно считать, что эти переливания делились долго-долго-долго. Потому что они, когда сделали, могли пойти дальше, и так бы цикличеть у них и было, и было, и было. То есть, х — это максимальное количество молока, которое когда-либо в какой-либо кружке могло встретиться. Отлично. Тогда рассмотрим того человека, который в цикле последний разливает всем своё молоко. У него будет 0 литров, ну, после того, как он разлил всем остальным своё молоко. Тогда... Нет, что в цикле последнего. Вообще, каждый раз есть кто-то, кто только что разлил своё молоко. Поэтому роль этого человека может выполнять любой. Ну, хорошо. Рассмотрим того человека, который на момент, который мы рассматриваем, 0 литров. Зачем выбрали максимальное количество? Ну, чтобы понять, сколько за раз можно... Какое максимальное количество молока можно за раз перелить из одной кружки в другую. А, х разделить на 6? Да. При каждом переливании максимальное количество молока, которое может переливаться к кому-то, это максимальное количество за один раз одному человеку, это х разделить на 6. Согласен. При одном переливании одному человеку, да? Добавляется. То есть, максимальное количество разливаемого молока, это х, а максимальное количество вливаемого, это х разделить на 6. Согласен. Тогда, вот у нас есть... Они сидят по кругу, да? Несколько человек, 7 остальных. Все-таки, кого же мы рассмотрим? Рассмотрим того человека, который... У которого было х литров. У которого в какой-то момент было х литров. Тогда... У которого было ноль. Теперь будет х делить на 6. У следующего... Важно другое. Нет, нет. Важно другое. Важно, что это х, этот самый х должен восстановиться. В какой-то момент, вот у него было х, потом у него станет ноль. Ну, да, он разлил всю... Он разлил всю... И потом этот х должен вернуться к нему. Да. Потому что мы же циклическо все делаем. За каждое переливание из 6 он получает х делить на 6. Он, а значит и все остальные. Да. Это значит, что во всех переливаниях участвует... Участвует х делить на 6. Ну, то есть, х литров разливается на 6 равных частей. Да. Ну, тогда у одного человека будет х на 6, у следующего 2х делить на 6. 4х делить на 6, у следующего 3х делить на 6. Ну, согласен. И 6, у следующего 3х делить на 6. Вот. Ну, тогда составим уравнение. И ноль вообще. А, да. 7 человек, да, отлично. И какое же уравнение? Общее количество молока это... 3 литра. 3 литра, да. Ну, а дальше неинтересно. Дальше уже складываем числа от 1 до 6. Все получается. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok